Ну вот как раз удачная ситуация, поздравляю чемпиона. С нами будет говорить Марик Тедеев, главный тренер сборной России, гостренер сборной России и главный тренер сборной Осетии. Хорошие кадры вы видите, да? Переживали ребята, конечно. Ну по схватке сложно было. Ребята хорошо друг друга знают и они по стилю похожи. Все-таки ваше мнение, вот как складывался поединок финальный? 70 килограмм. Конечно, они действительно друг друга знают, потому что в детстве они тренируются в одном зале. Здесь сейчас борьба была даже не тактическая, психологическая борьба была. Но Чермену Валеву удалось сделать удачную атаку четырехбальную. Ну здесь, конечно, даже только пять баллов устраивало Ваева Давида. Ну, конечно, задача была непростая. Но скажу так, что, наверное, более голодный к победам здесь был Валев Чермен. Потому что действующий чемпион мира Давид Баев, вот, и в прошлом году Чермен выступил ниже своих возможностей. Ну, готовился, конечно, посерьезнее готовился. Ну, видимо, фортуна была на его стороне сегодня. Ну и Давид, естественно, больше раздражитель для всех, как чемпион мира. Ну, безусловно, конечно, на чемпиона всегда настраиваются, изучают его. Ну, вот Чермен как бы скрупулезно подошел. Он очень правильно построил схватку. Ну, и, конечно, наверное, теперь будем ждать, если будет чемпионат мира. Конечно, они уровня золотого, золотых медалей оба чемпионата мира, безусловно. Ну, если посчастливиться и будут проведить чемпионат мира, то надеюсь, что он будет обладателем этой золотой медали. Именно Чермен, да? Ну, именно Чермен, потому что, да, главный претендент был Баев, безусловно. И он в личной встрече его обыграл, ну, лишь бы каких-то форс, мажорных ситуаций не было. А всегда так принимается решение, что чемпион едет на главный Старгода? Не всегда, не всегда. Если чемпион до этого уже заявил о себе, показал что-то на международной арене, не внутри страны, но на международной арене, Ну, Чермен достаточно стабильно борется за рубежом, поэтому я думаю, что мне кажется так, что вопросов не будет. Что делать ребятам? Ведь 70 килограммов не олимпийская категория. Как им решать вот этот вопрос? Ну, безусловно, конечно, в олимпийский год они будут бороться или ниже весом, или выше весом. Но сегодня это так получается, что впереди чемпионат мира, поэтому здесь, конечно... А я сейчас про перспективу все-таки говорю, вот реально куда они пойдут? Как вы считаете? Я думаю, что Баев пойдет ниже в 65, а Валев-Чермен пойдет выше в 7-4 килограмма. Почему? Они разойдутся, потому что у них собственный вес, свободный вес, когда они тренируются, у Баева немножко ниже вес, а у Чермена чуть он, это 3 килограмма, у него 73 бывает, у Баева бывает там 71 килограмм, поэтому я думаю, что они в олимпийских весах разойдутся. Можно было заранее предположить, кто выйдет в финал в 74 килограмма, вот утром сегодня? Нет, конечно, безусловно, но здесь просто весовая категория, это парад звезд в этой весовой категории. Конечно, никакой самый-самый мудрый или самый заядлый эксперт бы не отгадал, потому что это невозможно. Два двукратных чемпиона мира, чемпионы мира, это невозможно, конечно. Но, да, сегодня повезло, конечно, и Цаболов, конечно, показал характер, безусловно, да, и, конечно, молодой борец из Дагестана, тоже, безусловно, талантищий. И, да, да, Жамалов, и, конечно, здесь очень нас ждет интересная схватка, непредсказуемая. По стилю, расскажите, какие это будут борцы, которые встретятся в финале? Да, да, да. Совершенно другое. Он не физически работает, а он пластикой работает, да, поэтому у них разные стили вообще. Если бы вы сейчас вот деньгами отвечали, играли, ставку, на кого бы вы делали в финал? Никогда я не играл деньгами, не собираюсь играть. Пусть победит сильнейший. Именно поэтому, наверное, Фадзаев такой в соцсетях клич бросил, что кто отгадает в 74 четверку, тому покупаю билет на Олимпийские игры в Токио в следующем году. Я еще об этом не знаю, но это хороший стимул, это хороший стимул. Но, безусловно, конечно, то, что вот чемпионат страны удался, посмотрите, какие красивые схватки. Из ведущих, да, вот никто как бы не отсиживается. Из молодых никто не пасует перед чемпионом, да, все идут в бой. Какая красота, в общем, вообще-то такой красоты, можно сказать, я давно, не знаю, как ты, но я давно не видел. В общем, азарт какой, да. Видимо, изголодались, вот за время пандемии изголодались они, и просто красота, да. А вот по сегодняшнему, какая самая интересная схватка вот на этот момент для вас? Ну, безусловно, конечно, меня интересовала эта схватка в 70 кг, безусловно, она мне очень интересна. Я знаю обоих ребят тоже, на что они способны, вот, она мне была очень интересна. 74 полуфинал, Курмагомедов, Курмагомедов, да, ну, безусловно, конечно, безусловно, тоже интересная, ну, честно говоря, по подготовке Цаболова, мы три месяца готовились вместе, по его подготовке, можно было предсказать, он, функционалка у него очень хорошая, да, он так настроен, и видно было по первым схваткам, ну, самое первое, заур Седаков, ну, какой бы он ни был, это действующий чемпион мира, да, и, конечно, его просто так обыграть, но эта схватка показала, что Цаболов, конечно, готов очень серьезно. А что с Седаковым произошло, почему так отборолся? Ну, Седаков немножко болел вообще, он был простывший, после этого он травмировал колено, ну, все, он выздоровел, все, ну, немножко он сбился с ритма подготовки, да, и, по-моему, мое личное мне, что вот это вот сказалось на результате, да, чуть-чуть он не доработал, ну, и если бы, если бы первые схватки, хотя бы первые две, у него были, ну, как бы, проходимые, то есть несерьезные вот такие события, Чтобы разогнаться. Да, да, чтобы разогнаться, чтобы продышаться, чтобы, вот, тогда бы он, конечно, вошел в калию, но самая первая схватка была самая сложная для него. А как можно так прожеребить? Ведь жеребьевка, на то есть жеребьевка, чтобы сеяли лидеров, вот они чемпионы мира, их нельзя было сводить в первом круге, как так получается? Ну, к сожалению, к сожалению, вот так у нас и было, ну, жеребьевка-то была, на самом деле, честная жеребьевка была, ну, вот так звезды выпали, что сделать? В любом случае побеждает сильнейший, конечно. Есть какие-то нюансы, да, что там повезло, здесь действительно, наверное, есть спортивное счастье, но в любом случае побеждает сильнейший, поэтому пусть так и будет, пусть будет справедливость. Спасибо.